Бегать мы все умеем с детства, но вот правильно ли? Это самый важный вопрос не только при выборе обуви, но и вообще на входе в этот вид спорта или физкультуры. Особенно важным это становится при забегах на длинные дистанции. На 2-3 километрах трудно заметить недоработки в технике бега или экипировки. Но вот на длинных дистанциях эти недоработки способны набирать критическую массу и травмировать спортсмена. Но ближе к делу. Существуют три основные техники бега. Классическая, сноска и так называемая естественная. В классической технике ступня человека начинает контактировать с поверхностью, с пятки. Такой техникой часто грешат новички или приверженцы этой техники. С точки зрения механики тела, такая техника на самом деле больше подходит для ходьбы, нежели для бега. Потому что на более высоких скоростях опора на пятку создает избыточное напряжение во всем опорно-двигательном аппарате. Чтобы нивелировать эти нагрузки, производители создают мощную заднюю часть кроссовок. Конструкция подошвы такой обуви подчинена этому правилу. Задник существенно толще передней части. Это прекрасная техника для коротких дистанций с взрывным стилем бега, когда стопа не успевает полностью заземлиться и постоянно толкает тело спортсмена вперед. Длинные дистанции в такой технике бежать весьма затруднительно, поскольку перегрузка на определенную часть стопы так же неизбежно возникает, как и в случае с классикой. Естественно, обувь для спринтерских дистанций должна быть очень легкой. Это очень тонкая подошва и сверхлегкий материал. Ведь фактически спортсмен бежит босиком. Естественная техника бега – это способ бегать так, как подсказывает природа человеческого тела. Логика техники – минимум нагрузок на опорно-двигательный аппарат, суставы и связки. Первый момент. Когда человек бежит техникой естественного бега, его стопа приземляется не как обычно в пяточной зоне, либо, как делают спринтеры, в носочной зоне, а в средней части стопы. Как это видно на этих кроссовках, как раз эти капсулы сделаны для того, чтобы амортизировать момент приземления. Первый пункт. Второй пункт – это колени. Колени должны быть согнуты, слегка согнуты. Для чего это необходимо? В момент того, как они согнуты, возникает процесс амортизации при приземлении. И, соответственно, снимается нагрузка с коленей и связок колено-сотов. Пункт номер три. Очень важно слегка наклониться вперед. Почему? Потому что мы задействуем в этом случае силу тяжести, силу притяжения. Мы начинаем падать, и в этот момент важно подставить под себя перпендикулярно, под себя ногу. И в этот момент мы задействуем силу тяжести, соответственно, экономим силы при движении. При этом мы можем бежать долго, легко и без травм. Обувь для такого бега характеризуется прежде всего правильной подошвой с более-менее равномерной толщиной по всей плоскости стопы. Предлагаю рассмотреть два варианта, как это должно быть и как это не должно быть. То есть как это должно быть? Вот кроссовки, здесь мы видим, что пяточная зона и передняя часть за счет этих капсул, она примерно находится на одинаковом уровне. Это нам позволяет спокойно приземляться на переднюю часть стопы, при этом не касаясь пятки. Второй вариант, не совсем правильный для естественного бега, при этом он подходит для классического бега. Это когда пятка больше, чем передняя часть стопы. Вот хороший пример кроссовок. Большая очень пятка, передняя часть очень маленькая. При приземлении на переднюю часть стопы создается такой эффект, что пятка все равно приземляется первой. И сам смысл приземления на переднюю часть стопы теряется. Все равно вы приземляетесь пяткой, и эта ударная нагрузка все равно приходит вам в колени, ну и по вашему опорно-двигательному аппарату. Поэтому я лично рекомендую вам брать обувь, если мы говорим об естественном беге, с одинаковой высотой передней части и задней части. По мнению спортсменов, кроссовки это самая важная часть экипировки. Важнее, чем всякие футболки, шорты и напульсники. Ведь именно в области ступни происходит контакт с поверхностью.